На создание экспонатов кузнецам понадобилось около четырех месяцев. Старались сделать такие букеты цветов из металла, которые смогут украсить и без того одно из самых живописных мест города. Но главная идея создания аллеи – привлечь детей и молодежь к кузнечному искусству, создать такие условия, чтобы им захотелось что-то сделать своими руками. Решили, чтобы раз такой идет, ну, понравилось людям, и решили мы сделать сначала аллею, назвали ее «Вдохновение». И здесь не только мои работы, здесь Краматорск, Игоря Исаия, Сумы, Эдуарда Николаевича. Ну, еще с Крыма должны подвезти, но это как будет от Союза Кузнецов Украины. Все будем, это не только, это только начало, но планируем каждый год, не только мы будем в Союз Кузнецов Украины, а вот именно дети должны быть здесь. Понимаете, у меня общественная организация, я занимаюсь здесь. И когда, вот, правда же приятно смотреть на детвору, когда она кто-то делает, что-то лепит, крутит, вертит. Непосредственно возле новой аллеи ребята из общественной организации «Надежда» устроили мастер-класс для всех желающих. Часть элементов на комнатных композициях сделали они сами. Взрослые только помогали им освоить технические приемы. Резьба, резьба, хибание. Ну, почти все. А что самое сложное освоить? Наверное, уже сформирование розы. Там надо точность и сила. Постепенно дети набираются опыта и стараются самостоятельно делать наброски для будущих композиций. Отдельной мастерской у организации нет, поэтому ребятам приходится работать на дому. Но даже в таких условиях дети готовы работать творчески и создавать интересные кованые композиции. Ярослав Максимчук, Виталий Чехмакин, Первый муниципальный.